Так, хорошо, спасибо Мы с вами вспомним, что все наши усилия Мы посвящаем благополучию, успеху наших воинов Воздоровлению раненых, возвращению пленных Дай Бог, дай Бог Ты всегда вспоминаю любую Бат-Михаэль Посвящаю ей все слова Она ушла из жизни два с половиной года назад И книга Скорья, как я вам напоминаю Мы около 25 лет назад, может быть, это первая книга Которую мы сделали с ней, еще работая в Киеве, в Шлихуте Есть очень много всего интересного Хочется добавить что-то всегда Но большей частью, когда думаю, что что-то надо добавить Я открываю книгу, я смотрю, что там это есть уже Вот в том или ином виде Теперь, значит, я поднимаю тогда экран И поскольку нас сегодня немного, я вижу, то, пожалуйста, можно задавать вопросы И можно, и нужно И мы с вами были в 13 главе Мы говорили здесь о тех моментах, которые христиане поворачивают в свою сторону, так сказать Хотя для нас это отражение такой большой трагедии, что если в борьбе с народами мира, даже которые происходят чудесным путем погибнет один или несколько человек То всех смотрят на Бога и как бы с упреком, если не высказывают этот упрек, то смотрят с удивлением Это было в прошлый раз И после всех чудес, которые описал Схарья, мы помним, что он предупреждает нас, что второй храм, он может быть не вечным И дает те трагедии, которые могут произойти в конце периода второго храма И, к сожалению, они все произошли И вот мы их разбирали Прежде чем он говорит об таком, если так можно сказать, окончательном освобождении, чудесах, возвращении божественного присутствия Он дает такую тяжелую картину разложения общества И здесь можно увидеть и за этим и разрушение храма И сейчас еще один момент мы с вами попробуем посмотреть Вот в конце здесь 13 главы, в которой мы все эти моменты подчеркнули Так, я сделаю чуть крупнее Вот, все было видно Он Схарья говорит так И будет Сейчас мы попытаемся здесь вот что-то сделать, убрать эту полосу, по крайней мере И Схарья говорит И будет во всей земле, Слово Бога Две части в ней истреблены Будут, умрут, а третья останется в ней И введу третью эту в огонь И очищу их, как очищает серебро И испытаю их, как испытывает золото Призовет он остаток Призовет он этот остаток, который останется имя мое И я отвечу ему, сказав, народ мой он И он скажет, Бог всесильный мой О чем здесь идет речь Разные комментаторы берут это в разные стороны Дают здесь различные соотношения с историческими событиями Но мы здесь с вами можем увидеть, что после того, как мы с вами прочитаем во всей земле И мы представим себе, что речь идет не о земле Израиля А идет речь о всей земле действительно То мы сразу поймем, что речь идет о катастрофе Когда две части в ней истреблены будут Две части из трех еврейского населения Почти были истреблены Истреблены умрун В каком плане? Я сейчас не говорю, что это реалий Была истреблена одна часть По крайней мере, как можно представить себе по подсчетам Из 18 миллионов было истреблено 6 миллионов Тяжело говорить эти слова, тяжело вспоминать об этом Но это то, что есть, то, что нам следует вспомнить для понимания пророчества И здесь мы можем представить, что если мы берем так, как мы берем с вами То мы понимаем, что угроза нависла над двумя третьими Но две трети не могут быть истреблены Буквально реально, потому что есть такое правило Оно известно в кибернетике Что в каждой системе, когда она разрушается на две трети Она не может быть восстановлена Это такое общее правило, которое действует и для механизмов И для живых организмов Есть, наверное, исключения, но это общее правило И мы себя можем представить Всегда говорят, что в этом не было ничего рационального Никакой рациональной мысли Одна слепая ненависть Я пытаюсь напомнить о том, что немцы в конце войны Уже в конце 43-го года, можно сказать, в 44-м году Они приложили все усилия для того, чтобы продолжить истребление евреев И пострадало в основном в венгерское еврейство И то, что делали фашисты, то, что делали немцы Они представляли себе это правило И их задача была уничтожить не весь народ физически А уничтожить его как некоторую систему, которая может функционировать Они хотели уничтожить две трети евреев в любом случае Даже в самом конце войны И такая угроза висела И мы понимаем, что пророчества тяжелые не всегда исполняются Тем более не всегда исполняются до конца Но реальная такая угроза, план, замысел фашистов Уничтожить две трети Он висел в воздухе Они стремились к нему И веду треть эту вагонь Оставшуюся треть веду вагонь И очищу, как очищают серебро И испытаю, как испытывают золото Серебро, можно сказать, оно соотносится с трепетом Со свойством трепета перед Всевышним Можно сказать, оно соотносится с такой тягой ко Всевышнему Желание почувствовать его присутствие Тоже, можно сказать, трепет А золото соотносится с любовью С таким безудержным стремлением ко Всевышнему И Всевышний говорит, что эти два свойства Я, может быть, через тяжелые испытания Но я верну сыновьям Израиля И, конечно, здесь речь идет о стремлении в землю Израиля Как какая-то тяга, которая возникает у людей Может быть, за ней стоит страх Может быть, за ней стоит трепет перед Всевышним И они тянутся в землю Израиля А есть другое свойство Это золото Оно горит, как огонь И тяга к земле Израиля Начинает полыхать у некоторых людей Как огонь То есть после катастрофы мы видим возвращение в землю Израиля Почему так можно говорить? Потому что следующие строки Они явно указывают на этот момент Призовет он остаток Этот остаток имя мое И я отвечу ему, сказав Народ мой он Это обычно в Торе Речь идет о возвращении в землю Израиля Или в становлении народа в земле Израиля Когда Всевышний говорит И будут мне народом И я буду им Богом Это только в земле Израиля Просто конкретно в земле Израиля Будут мне народом Будут народом в земле Израиля А я им буду Я им буду Богом здесь в этой земле Как говорят Что Бога Бога люди не Тот, кто живет за пределами земли Израиля У него как будто нет Бога Это то, что И он скажет Народ Бог всесильный и мой Узнает меня Признает меня Опять же Через возвращение в землю Через становление государства И может быть Кажется Натянуто Но если мы Вспоминаем Тору И будет мне народом И я ему буду И я ему буду Богом Я ему буду Богом Да Это один момент В качестве такой Иллюстрации В качестве возвращения После катастрофы Я взял такую фотографию Одну секунду Просто в качестве Иллюстрации Вспомни Взял такую фотографию Теперь Вот приходит день И разделена будет Добыча твоя Награбленная у тебя В среде твоей Это Также великие строки С которыми Соотносится И Раши Я их очень много Обсуждал со своим Учителем Рафмаше Азиманом Который был Машгив Как бы такой Духовный наставник Яшивин Иерусраэль В Балтиморе К великому сражению Он сейчас Такой совсем пожилой человек У меня с ним Связь Утрачена Но все эти годы Как бы мы поддерживали Связь Вот Что мы Что мы с ним обсуждали Это на основе Раши К народу Израиля Скажем После Катастрофы Возвращается То что То что Отняли У него Во всех Во всех планах И во всех Аспектах Прежде всего Это Прежде всего Это земля Израиля Это Его Его Ценности Ценности Материальные Но Мы видим Тут Конечно Хотелось бы Гораздо Большего На Многое То что было Награблено У еврейского народа В период Катастрофы Оно Так и Осело В Европе И Осело В бывшем Советском Союзе Который Не признал себя Не признал себя Ответственным За Возвращение Вот И Россия Не признал себя Ответственным За то что Советский Союз Присловил Синагоги Еврейское Имущество И так далее Не признал себя За этим Ответственным И все Это осталось В чужих В чужих Руках Да И Никакой Компенсации С другой стороны Получили компенсацию От Германии Не знаю Хорошо ли это Или плохо Но Это как бы Как факт Но это только Материальный Пласт Материальный Пласт Есть другой Пласт Есть пласт Есть пласт Духовный То что Хотелось бы То что Было И то что Не до конца Произошло Еврейский Народ В изгнании Он всегда Работал На Работал На чужих На чужой Народ На чужие Народы Создавал Чужую Культуру Чужую Промышленность Чужую Военную Промышленность Самым Интенсивным Образом Также Было Как мы Можем Представить В Египте Еще до Порабощения Сыновей Израиля Также Было И во Всех Галутах И уж Точно На протяжении Вот этих Двух Тысяч Лет Народ Может Работать На себя Только в том Случай Если он Свободный Народ И он Сам Пользуется Своими Достижениями Причем Народ Должен Осознавать Кто он Такой Для чего Он Для чего Пришел В этот мир Какова Его Миссия Тогда Все Свои Достижения Он Действительно Может Использовать На себя На себя Как Говорит Равзеев Султанович Что Если Мы Не Осознаем Кто Мы Такие Какова Наша Миссия В мире То Придут Другие И Воспользуются Воспользуются Всеми Нашими Достижениями Вот Это Его Посылка Как бы Великого Мыслителя Я думаю Что Она Очень Правильная И Очень Правильная И Емкая И Конечно Это Продолжается До Продолжается До сих пор Еврейские Умы И способности Которые Дарованы Богом И Поддерживаются Богом Они Создают Прочность Мощь И культуру Других Стран В ущерб В ущерб Израилю Как мы С вами Представляем Себе Любое Благословение Предсказание Которое Дается В Пророках Оно Оно Исполняется В том Случай Если Евреи Прикладывают Свои Прикладывают Свои Усилия Самый Яркий Пример Может быть Можно Привести Немножко В сторону Но для Того Чтобы Пояснить Мысль Мы знаем Что Медраж Говорит О том Что Три места В земле Израиля Народы Мира Никогда Не будут Оспаривать Что Они Принадлежат Снабьям Израиля Это Поле Ушхема Где похоронен Йосеф Могила Йосефа Гора Мурья И Морада Махпела Пещера Где Похоронены Братцы Мы видим Что В действительности В реалии В наше время Идет Совершенно Напряженная Борьба За эти места Так что же Медраж Не верен Да нет Медраж Верен Просто Мы сами Отказались От этих мест Сами Их Передали В чужие руки И Как Произошла Такая ситуация Как мы Можем себе Представлять Когда у человека Есть документ Он приходит В суд Начинается Судебное Разбирательство И тут Сам же Человек Говорит Да Эти документы Поддельные Они Все Не так уж Не так уж Важны Или совсем Не важны Ну Конечно Он Приграет Спор За Скажем За те земельные Участки Допустим Которые записаны В этих документах Это то Что происходит С нами Есть пророчества Есть Те процессы Которые Начинаются Но если Они происходят Не очень быстро То Это только По По нашей Вине Нашей вине Как народа Целиком Мы так устроены Что мы не можем Отказаться Ни от кого И сказать Ну вот Те кто Те кто в Америке Они не Они не Они не Принадлежат Народу Ну вот Те кто Делал Революцию В России Они не Евреи Вся Вся эта Еврейская Веркушка Политбюро Они не Евреи У нас так Не получается Мы У нас Весь народ Движется Передвигается Все его части Связаны И то Что не доделывают Одни Другие Восполняют С большим Трудом Как бы Как В этой песне Поется За себя И за своего И за того Парня Да Вот Это Очень Интересный Очень Интересный Момент Соотносящийся С этим Стихом Из 14 главы Первый стих Из 14 главы Как вы Сами видите Да Это Тегелим Псалон 78 Тегелим На его 61 стих И здесь Говорится Так Да И он Отдал В плен Свою силу Имеется Ввиду Всевышний И красоту Он передал В руку Врага Очень Интересно Здесь Перекличка Через Поколение Даниэль Когда Молится Даниэль Когда Молится В Вавилоне Он Говорит Такими Словами Вот Просто Я не Выписал Здесь Адмутай Узхабиш Ви Гитипал Теха Бия Цар До каких Пор Твоя Сила Будет В плену И красота Твоя В руке Врага Твоя Сила В плену Понятно Что Сила Всевышнего Которая Обычно Проявляется Через Еврейский Народ Если Через Чудеса То тоже Которые Происходят Через Еврейский Народ Или В связи Еврейским Народом Она Оказалась В плену Она Оказалась Тоже В изгнании То есть Она Не умерла Ни в коем случае Не исчезла Готова Вернуться Все Все Чудеса Всевышнего Вся Мощь Еврейского Народа Через Которую Проявляется Божественное Присутствие Все Это Готово Проявиться В любой Момент Но Пока Это Находится В плену И вот Данией спрашивает До каких Пор Это Все В плену А Значит Великолепие В руке Врага Великолепие В Таких Стеках И в устах Давида Это Как правило Это Государство Это И храм То есть Как бы Все составляющие Части Государства Это И храм И это Царская Власть Которой Можно гордиться Которой Создает Великолепие Страны Ее Красоту Не только Царский Дворец Но И В Духовном Плане Это красота Потому что На царе Лежит Обязанность Возвысить И поддерживать Высокий Моральный Уровень Знания Торы И так далее Когда нету Когда нету Страны То Эта красота Может быть Где-то она есть Поблескивает Какими-то искрами Но Ее Не видно Она В руке Врага Он Так Понимает Это Давид Естественно Что это Соотносится С тем Что говорит Схарья И мы здесь Вспомнили Даниэля И движемся Дальше И здесь Присказание Такое же Как Вот мы Что мы Видели Приходит День Можно сказать Что этот День Уже Начался Когда Начинается Возвращение Земля Твоя Возвращается К тебе Делится Внутри Тебя Твои Силы Твои Достижения Что-то Из награбленного Имущества Возвращается К тебе Идет Становление Да И тут Схарья Говорит Так же Как Иискель Он Предупреждает Что в начале Возвращение В землю Израиля В начале Проявления Мощи И Всевышнего Его присутствия В мире Народы Поднимаются На войну На борьбу С Сыновьями Израиля Подчеркивает Что это происходит Мы помним Что Иискель Это дает В таком Образе Гога И страны Магог Да Но Постоянно Подчеркивает Мудрецы Которые Занимаются Такой Аналитикой Не просто Драж Сказать Там Какие-то Общие Вещи Аналитикой Они говорят Что Эти моменты Да Вот такой Приход Царя Который Собирает Войско Из всего Мира На Буквально Приход Его В землю Израиля И Те чудеса Которые Происходят В дальнейшем Когда он Терпит Поражение Это Огромное Войско Они пишут Что это Могло Мы берем В прошедшем Израиля Зависит От заслуг Это Открытые Чудеса Когда Гог Гог Погибает У Стен Ярушалаймы Или Скажем В том месте Где он Собрал Войско Как Описывается В Ихискеле На Северном На Северной Окраине Озера Кинейры Там Погибает Войско Гога Да Вот Это Все Могло Произойти Если бы События Развивались Чудесным Путем Когда События Не развиваются Чудесным Путем То Все То же Самое Происходит Так сказать Размазано Размыто Растянуто На Многие Годы И В этом Плане Можно Сказать Что Война Гога И страны Магог И Та война Которую Здесь Описывает Схарья Это Противостояние Народов Мира Становлению Сыновей Израиля На Своей Земле Постоянно На протяжении Многих Лет Ну С какого Момента Взять Наверное Надо Взять Наверное Надо взять С момента Английского Мандата Когда Когда Все народы То есть Не все народы А скажем Британия Которой Был дан Мандат Лиги Наций Для Того Чтобы Так Сказать В Палестине Создать Еврейское Государство Да Еврейское Поселение По крайней Мере Оно Всеми Силами Препятствует Возвращению Сновей Израиля На Родину Вплоть до Того Что И после Войны Сорок Пятого Года Запрещена Алия Как Репатриация Возвращение Сновей Израиля На Свою Землю И Неважно Кто И те Кто Был В лагерях У них Нет Уберещ Нет Вристани Потому Что В их Домах Живут Те Кто Их Ограбили Кто Убивал Их Родственников Они Не Могут Вернуться На Родину К Своим Братьям Чтобы Здесь Строить Новую Жизнь Потому Что Английский Мандат Не Дает Это Делать Вы Знаете Что Английский Мандат Отсюда Ушел Только В результате Напряженной Борьбы Еврейского Подполья И Вот Если Мы Берем Эту Отправную Точку Из Мандата Который Был Дан Британии Лиги Наций То Мы Можем С вами Проследить Это До Сегодняшнего Дня На 48 Год На Имбарго На Поставку Оружия Соединенными Штатами И 67 Год Особенно 73 Год И Прямо Вот Так До Наших Дней Мы Видим Что Вот Эта Война Гога И Страны Магог Описанная Ухискелий Который Взращается Схарья Она Происходит На Протяжении Всего Времени Я Напомню Скажем Такой Момент Что Когда Говорят Об Антисемитизме Это Правильно Да Но Здесь Есть Четкое Различие Между Амаликом Скажем Если Его Брать Как Образ Вот Такой Который Действует На Протяжении Многих Лет И Гогом Тоже Если Брать Как Некоторую Силу Которая Действует Всегда И Постоянно С момента Начала Становления Государства Да То Разница Между Ними Что Амалик Ненавидит Еврея И Преследует Любого Еврея А Гог Он Борется С Еврейской Государственностью Разница Может быть Между Ними Маленькая Но Она Есть Существенно Есть Гогота Борьба Народов С Еврейской Государственностью С проявлением Божественного Присутствия В мире Против Чего Они Борются Со времен Вавилонской Башни И До Сегодняшнего Дня Если Вы Скажете Что Подавляющее Большинство Европы И Соединенных Штатов Они Фактически Люди Неверующие То Все Это Действует Не Только На Сознательном Уровне Но И На Подсознательном На Подсознательном Уровне Что-то Мешает Что-то Чего-то Боятся Есть Какой-то Страх Есть Какая-то Ненависть Спроси К чему Не скажут Это На Подсознательном Уровне И то Что Действует На Подсознательном Уровне То Что Четче Всего Опишал Царь Давид Во Втором Шалме Это Боязнь Такая Установление Нового Порядка Нового Мира Мира По закону Всевышнего Можно сказать Что Ну а Чего Тут Бояться Это Принесет Благо Благо Всем Народам Прекратятся Войны И Если Суд Будет Справедливым Если Даже Будут Убийства То Они Будут Наказываться Да И Они Будут Минимальными И так Далее Суд Будет Справедливым Чего Здесь Бояться Все Хорошо Благоденствие Да Но Есть Да На самом деле Есть Большое Число Людей Которые Благоденствия Не Хотят Они Привыкли Жить Так Как Они Привыкли И Хотят Жить Так Как Они Привыкли Чтобы Никто Не Ставил Им Рамки И Ограничения Да И Вот Я Еще раз Хочу Сказать Что Гог И Страны Магог Так Это Как Это Описывается Напрямую В Ихискель И В Схарья Это Могло Быть Как Чудо Чудо Крушения Армии Поражения Армии Прямо От Руки Всевышнего В Земле Израиля Если бы События Развивались Честным Путем Теперь Это Все Размазывалось На много Лет И Действует Как Тенденция Тенденция Когда Народы Мира Нас Давят А Всевышний Нас Спасает Обращает Злобу Против Них Самих И Вот И Выйдет Бог И Сразится С народами Теми Как В день Когда Сражался Он В день Битвы В тот День Когда Утонули Египтяне В море Когда Всевышний Сражался Сам С Фараоном Самые Открытые Чудеса Опять же Которые Мы говорили Они Превратились В тенденцию Не Проявились Как Чудеса В один День Мгновенно Превратились В некоторую Тенденцию И Стоять Будут Ноги Его В день Тот На Аразитим Что Перерушала Емом С Восток И Вот Здесь Мы С вами Попадаем В ту Тему Которая Записана В Заглавии Урока Это День Иерушалаема И Сейчас Мы Постараемся С вами Увидеть Насколько Четко Насколько Четко То Что Говорит Схарья Ложится На События 67 Года На Третий День Войны Когда Был Освобожден Иерушалаем Многие Идеи Я почерпнул У Раф Шерки Но Должен Сказать Что Немного Их Разбил И постарался Уточнить Но Без него Конечно Этот подход Я бы Не Как бы Своей головой Не пробил Это Его Заслуги Интереснейшего Мудреца Интереснейшего Мудреца Торрес Не только Помнящего Все источники Наизусть Но и умеющего Их читать С такой Очень Интересной Точки Зрения Я только Хочу Напомнить Что В мире Нет Ничего Случайного И Что 28 Число Месяца Яра На который Приходится День Нерушалаема Это День Кончины Пророка Шмуэля Мы представляем С вами Что день Кончины Ухода Из этого Мира Великих Людей Он становится Праздником Не сразу Конечно Ни первый Ни второй Год Но когда Время Немножко Отдаляет Это печальное Событие То Начинают Праздновать День Ухода Как День Возвышения Души Которая Продолжает Безусловно Действовать В мире Молиться Перед Всевышним И Таким Образом 28 Яра Это День Ярушалаема День Освобождения Ярушалаема Как Говорят Воссоединение Ярушалаема Его Двух Двух Частей Как Опять же Говорится Давидовых Убрало Ир Ягдав И Город Соединится Вместе И Естественно Совершенно Не случайно Что День Ярушалаема Связан С пророком Шмуэлем Потому Что Через Пророка Шмуэля Пришло То Что Называется Мгилат Бейтамикдаш Он Получил По традиции И Как Пророк Можно Представить Все уточнения Какие-то Разъяснения Чертежей Храма Которые Которые Передавались Может быть Устно От шламов В какой-то момент Были нанесены Пророками На бумагу И вот эти Мгилат Амикдаши Она была У Шмуэля Давид Не было ясно Где Должен Стоять Бейтамикдаш Всевышний Не раскрыл Это место Ярушалаем Не называется В Торе Ни в одном месте Место храма Надо было найти Где Всевышний Желает Раскрыть Своё присутствие И вот Шмуэль И Давид Они вместе Сидели И как бы И гадали И решали И в конце концов И на основе Тора И на основе Этого Свитка Мигдаши На основе Пророческого Дара Шмуэля Они определили Место В Ярушалае И Давид Когда он стал царём Он уже знал Где должен стоять храм И не случайно Первые действия Которые он совершает Когда Он Стану Его объявляют Царём В Шевроне Тут же Как бы Не распуская Тот Почётный Караул От всех колен Которые Пришёл Объявить Его царём Он забирает Их И идёт Освободить Идёт Освободить Ирушалаем Сразу же Идёт Освободить Ирушалаем Это первое Его Действие Так что Не случайно День Ирушалаем Связан Связан С именем Пророка Шмуэля Сейчас Мы посмотрим С вами Вот эти Замечательные Строки И стоять Будут Ноги Его В день Тот На Аразитим Ноги Его Ноги Всевышнего Мы можем Представить Себе Что В Книге Ехискеэля Описывается Уход Шхены Божественного Присутствия Из храма Из первого Храма Перед его Разрушением И Там мы Видим Что Шхена Пребывает На Круги На Ангелах Это не Ангелы Ковчега Ангелы Ковчега Уже Спрятаны Это те Ангелы Которых Построил Шламо Для того Чтобы они Закрывали Своими Крыльями Нависали Их крылья Нависали Над Ковчегом Можно Представить Зачем Почему Просто Может быть Мы когда-нибудь Поговорим С вами Об этом Но Речь идет Вот об этих Ангелах На них Прибывала Шхена Шхена Перешла На одного Ангела Потом На другого Ангела Потом Она Перешла К порогу Дома Потом Во двор Со двора Со двора На Стену Со стены На стену Города Двигалась На восток И На горе Зейтим Произошел Такой момент Чашкины Как бы Чашкины Осталось А Чашкины Может быть Наиболее сильная Ее часть Тот свет Именно Свет Который Раскрывался Храме Он ушел На небеса До Следующих Времен И вот Здесь 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 Описывается Да Что как бы Шхена Как бы Божественное Присутствие Или Как здесь Говорится Прямо Сам Всевышний Спускается Вниз На то же Место С которого Он Ушел Начинается Его Возвращение То что Спускается Его То что Спускаются Его ноги На Гору Зейтим Здесь Может быть Может быть Два момента Опять же Можно посмотреть С двух сторон С одной стороны Как бы Духовный Мир Божественный И материальный Мир Соединяются Напрямую И это Важно И может быть И может быть Происходят Открытые Чудеса Как бы Хотел нам Сказать Сахарья Но есть У этого И другая Сторона Ноги Ноги Можно Всевышнего Можно увидеть По-другому Ноги Это Регель От слова Рагиль Обычно То есть Когда И это Есть Также У пророка Ехискеле В его Картине Мир Кова Есть Скажем Лицо Бога Если Это Когда Речь 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 идет О лице Бога Это все Происходит В открытую Видно Его лицо Как бы Видно Кто Действует Понятно Кто Действует Понятно Что это За момент Понятно Для чего Он Действует Лицо Ты Узнаешь Бога Это Такой Образ Есть Рука Рука Действует Рука Действует Незаметно Но Все-таки Довольно Довольно Четко То есть Есть Может быть Не происходит Такое Вот Явное Чудо Как Когда Речь идет О лице Когда Речь идет О руке Ну Все-таки Ощущение Четкое Божественное Присутствие Как Рука Всевышнего В любом В любом Происходящем Моменте Даже Если Он Происходит Обычным Путем Люди Ощущают Ну Все-таки Это Необычно Такого Стечения Обстоятельств Не может Быть Да Это Рука Всевышнего Это Вот Образ Руки Всевышнего А что Такое Нога Нога Все Скрыто Ничего Непонятно Все Происходит Обычным Путем Рагиль Да Не Рука Всевышнего Мешивается И переставляет События Складывая их Так Чтобы Была Победа Еврейскому Народу А Просто Все Происходит Совершенно Обычно Когда Трудно Угадать Влияние Божественного Присутствия На ход Событий Все равно Можно угадать Просто Степень Скрытия Очень Большая Очень Легко Сказать Что Все Произошло Обычным Путем Это Вот Можно Так Понять Либо Как бы Можно Понять Соединение Вверх И Низа И Открытое И Открытое Чудо Как бы Короткое Замыкание Либо Либо Наоборот Чудо Происходит Но Очень Очень Скрыто И Мы Понимаем Что Мы Уже С вами Понимаем Что Пророки Имеют Два 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 Пути Прочтения Так Сказать Открытое Чудо И Скрытое Чудо Вот Мы С вами Их Рассмотрели И Конечно В наше Время Если Мы Говорим Что Это Произошло Сейчас Попробуем С вами Увидеть То Мы Говорим С вами О Конечно О Скрытом Чуде Горазий Тим Что Перерушала Им С востока Все Знаем Где Горазий Тим Где Находится Самое Древнее Еврейское Кладбище И Так Далее Теперь Мы С вами Посмотрим Что Здесь Мы С вами Еще Посмотрим Один Момент А потом Перейдем В той Карте Которую Я нарисовал Я взял Где-то Подкрасил Немножко И Раскоется Аразитим Пополам С середины На запад И на восток И появится Весьма Большая Долина И Отодвинутся Половина Горы К северу И Половина Ее На Половина Ее На юг Да Вот И Вот Здесь Как бы Да Мне Представляется Можно Этот Момент Развернуть Да Какие-то Идеи Я взял Рафшерки Какие-то Конец Особенно Я попытался Развернуть И Побежите Вы В Гей Арайт Горную Долину Ибо Достигнет Горная Долина Отцаля Да Ну Все Теперь Мы С вами Пытаемся Все Это Увидеть Да Вот Перед Нами Карта Положения Сил Перед Перед Штурмом Старого Города Вы Помните Что До сих Пор Неизвестно Кто Отдал Приказ Штурмовать Старый Город Вроде Мотогур Глава Командир Десантников Но Он В общем-то Довольно Долго В общем Практически До конца Жизни Так сказать Отпирался От этого Не признавал Что он Отдавал Приказ Неизвестно Кто отдал Приказ Ситуация Сложилась Такая Есть Записи Когда Он Говорит Что Коля Кахот Лануа Пусть Все силы Начинают Движение Но Это он Сказал А кто Ему Дол Приказ Это Совершенно Неизвестно Ситуация Сложилась Такая Что Как вы Помните Старый Город Был Окружен Нерушалаем Был окружен И Был окружен Десант Там Шли Очень тяжелые Бойны Бои Гивата Тахмошет То что По-русски Называется Ружейная Горка Это История 1967 Года Героическое Сражение В Траншеях Десантников Это Фактически Занятие Позиции Для Штурма Для Штурма Иерушалаема Также И на горе Зайти Мы здесь С вами Видим Позиции Красный Это Иорданский Легион А Синя Это Силы Силы Израиля Вот Здесь Иорданский Легион Отодвинут Несколько Фактически Этот район Хотя Он И Называется Изорми Фурас Армона Нациф Его Контролируют Контролируют Десантники И Просто Сложилась Такая Ситуация Когда Старый Город Брать Было Нельзя И Несмотря На то Что Машед Аян Как вы Помните Поднялся На Третий День Войны На Башню Августа Виктории На Горе Зетим И Посмотрел И На Старый Город И Сказал Зачем Нам Нужен Этот Ватикан Тем Не Менее Штурм Состоялся И Не знаю Как Но По-моему В этом Можно Видеть Божественное Проведение Когда Сложилась Ситуация Когда Старый Город Нельзя Брать 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 Тем Не Менее Командующий Фактически Человек От которого Зависит Решение Машед Аян Говорит Нам Это Не Нужно И После Этого Начинается Штурм Старого Города Мне Кажется Что Это Указывает На Божественное Проведение Если Мы Посмотрим С вами На Эти Желтые Два Желтых Пятня Части Которые Контролирует Десант На Горе Зейтим Я думаю Что Мы С вами Довольно Отчетливо Увидим Ноги Бога Которые Стоят На Горе Зейтим Если Вы Скажете А как Это Ноги Бога Так Оно Это То О чем Мы С вами Говорили Когда Все Происходит Обычным Путем То Божественные Чудеса Проявляются Через Народ Израиля Буквально Через Конкретных Людей Через Десантников Через Армию Это Армия Это И есть Десант Это И есть Ноги Бога Проявление Божественного Присутствия Проявление Такое Как бы Можно сказать Проявление Скрытое Вот Или Скрытое Проявление То есть Для того Чтобы увидеть Его Нужно Как следует Присмотреться Желтые пятна Коричневые пятна Это Места Контролируемые Иорданским Иорданским Легионом И Вот Начинается Штурм Значит Силы Движутся Через То Что Называется Вади Джоз Через Мост Через Вади Джоз Подходят К Боротам Вот здесь Львиным Воротам Которые Ведут В старый Город И Продвигаются По Улице Которая Называется Вио Делороза Они Продвигаются К старому Городу Захватывают Захватывают Храмовую Гору И Десант Как вы помните Спускается Вниз Находит Выход К Стене Плача Да Давайте Посмотрим С вами Фотографии То что Происходит У Стены Плача Для того чтобы Пытаться Понять Вторую Часть Этого Пророчества Вот Это то что Происходит У Стены Плача Люди Все Устремляются К Стене Плача Да И вот Это по моему Уже Несколько позже Штурма Потому что После штурма Здесь Только Только военные Только десант Да Это уже через Какое-то время После штурма Да Все Устремляются К Стене Плача Мы Помним Как бы Может быть Мы помним Я много раз Напоминал О том что Раба Риэль Исраэль Человек Удивительный Глава Глава Института Храма Который Борется За восстановление Храма И соблюдение В нем В полном Закона В полном Объеме Да Он Скажем Не только Этим Замечательный Человек Можно о нем Много Долго Рассказывать Ну хотя бы Это Да Так вот Он говорит о себе Что После штурма Старого города Его поставили Охранять Мечеть Омара Или Золотой Купол И он был уверен Что его задача Не дать никому Войти Из Сил десанта Внутрь Потому что Сейчас придут Саперы Заложат Там где надо Взрывчатку И взорвут Взорвут Мечеть Это было Настолько Логично Потому что Арабы Оставляя Еврейский Квартал Занятый Ими Купированный Ими Они взорвали Все синагоги Это было Логично Но к сожалению Это и произошло И Рафа Ариэль Исаэль Был И Удивлен И Как бы Я печален Когда он Увидел Что Не только Мечеть Не только Мечеть Не взорвана Но Люди Ищут выход Десантники Ищут выход К стене Плача И они его нашли И они туда Устремляются Как к самому Святому месту То есть Тривишний Отдал В руки Храмовую гору Место Храма Само по себе Место Удивительное Даже не говоря О его святости Просто С Такой Исторической Национальной Тотики Зрения Место С которым Связано Столько Историй Столько Борьбы Столько Надежд Да Вот И А все Устремляются К стене Плача Потому что Привыкли Что Столетиями Привыкли Что это Место Куда Приходит Молиться Почему Туда Приходит Молиться Потому что Нельзя Было Подняться На Храм Бои Гори Вот Теперь Когда Храм Бои Гора В наших руках Все Текут Истекаются Туда Это Впечатление Рафа Ириэля Исраэля О Котором Я Много Раз Слышал От него Самого Может быть Оно Где-то И Описано Может Где-то Он И Записал Теперь Что Мы Можем Представить Себе О Горе Которая Горе Которая Раскололась На Запад И На Восток Давайте Мы Сейчас Посмотрим Картинку А Потом Вернемся К началу Этой Истории Этих Стихов Для Того Чтобы Понять Что Произошло На мой Взгляд Довольно Явно Просто Как Историческая Иллюстрация Текста Пророка Это Какие Годы Это 67 Год Это 28 Число Месяца Яра 67 Года В Наши Традиции Это Год Ташах Да Не Мунте И Речь Идет Мы Все Время Говорим С вами О Здесь Войне 67 Года Если Раньше Мы Говорили О Катастрофе О Становлении Государства Говорим Войне Шестидневной Войне 67 Года В ходе Который На третий День Был Освобожден Был Освобожден Иршалай Здесь Здесь мы Видим Удивительную Потрясающую Картину Один Из Положительных Шагов Молниеносных Маши Даяна Здесь На этой Площади Мы ее С вами Видели Она Была Вся Застроена Здесь Был узкий Проход Что Здесь Было Рядом Мы Видим Что Было Рядом Это Арабские Дома Просто Жилые Арабские Дома И В одну Ночь Маши Даян Привез Бульдозеры Вел Привезти Бульдозеры И площадь Была Расчищена Все Дома Были Снесены Проход К Стене Плача Был Освободен Освободен Ну Если Не Храм То Хотя Стена Стена Плача Да И Вот Мне Кажется Что Здесь Есть Очень Четкая Иллюстрация Той Картины Которой Говорит Схарья О том Что Гора Раскололась Пополам И Раскоется Ази Тем Пополам Да Но Мы Представляем Себя Как бы Образно Говоря Под давлением Ног Всевышнего Одной ноги И другой Ноги Гора Зетим Раскалывается Пополам Да На запад И На запад И на восток Ну вот Если мы смотрим Здесь Да То мы Видим Действительно Два Два Опорных Пункта Десанта Которые Устремляются К одной Точке Да И гора Раскалывается На запад И на запад И на восток И все Устремляются В Долиму Проход Да Проход Образовавшийся Проход Проложенный Десантом Все туда Остальные Войска Устремляются Туда Да И Эта долина То есть Путь Проложенный Десантом Между Между Так сказать Двух ступней Всевышнего Да Он Доходит До места В Гай Побежите В Гайарай Да В долину Которая Образовалась Случайно Как бы Гайарай Случайная Долина Можно так перевести Ибо Достигнет Горная долина Ацаля Да Что такое Ацаль Да Мы Это От слова Эцаль Близкое Наиболее близкое Место Наиболее близкое К храму Да И вот По этой Горной долине Которая В середине Горной Горная долина В том плане Что там Можно пройти Туда По ней Можно Пройти Да Пройти Идут 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 Проходят Через Горной Горной Попадают В Место Ацаль Которая Наиболее Близко К Близко К Храмовой Горе Да По тем Или Иным Причинам Не на Храмовой Горе Останавливаются Около Храмовой Горы И здесь, руками человека, ни с небес, ни с землетрясением происходит еще одно чудо. Гора или узкое место, которое было узким проходом, оно расступается на запад и на восток. И мы здесь это видим своими глазами. Работают бульдозеры, которые совершают это чудо, образуется долина, куда вы и бежали. Она расступается на запад и на восток. У нас осталось здесь предсказание о будущем времени. О будущем времени, которое начнется с этого момента. Должно было начаться с момента этого чуда, но когда все-таки начнется, будущее время, которое характеризуется необычными явлениями. Здесь есть застывший свет. Мы поговорим об этом обязательно отдельно. Здесь есть, когда и будет к вечеру будет свет. То есть, вместо того, чтобы наступила темнота вечером, темнота ночи, появляется свет. Свет из темноты. И здесь, так же, как у Ихизгеля, выходят воды живые из храма. Они направляются к морю восточному. И половина их к морю западному. То есть, половина течет к Мертвому морю на восток от Иерушалайма. Половина течет к так называемому соленому Средиземному морю. И будет Бог царем на всей земле в тот день. Это то, что мы читаем после каждой молитвы. Будет Бог один для всех. И имя его одно. И превратится вся земля в Ораву. В долину. Долина может быть не плодородная, а может быть и плодородная. От Гевы до Римона. К югу от Иерушалайма. И так далее. Еще несколько моментов, которые мы с вами обязательно обсудим. Здесь я сейчас останавливаю шер. И я хочу, если это возможно, услышать ваши вопросы. Осталось нам немножко доделать в книге с Харья. И мы ее завершим тогда с вами. Нажимаю стоп-шер. Вижу вас. Если что-то хочется спросить, пожалуйста, я к вашим услугам. Равзиев, вот это предсказание, оно однозначно только на один раз. Возможно ли здесь, что Захария говорит, что это может повторяться один раз, второй раз, третий раз. Такая же ситуация, которую описано. О последнем вы говорите. О Горезий Тим. Не могу ничего сказать. Вполне возможно, что это проба пера Всевышнего. Что он повторит такое же, еще более явно и сильно. Не знаю. Но, как правило, из общих соображений можно сказать, что если большое, великое чудо не произошло, то дальше трудно его ожидать, чтобы буквально ноги Всевышнего стали на гору Зейтим. И от этого произошло землетрясение, и гора буквально раскололась. Мне кажется, что этого уже несколько трудно ожидать, чтобы эта ситуация повторилась. Наверное, есть еще что-то, что произойдет в конце времен. А может быть, процессы будут идти так скрыто, пока они не придут к какой-то точке, когда мир все равно уже изменится, перестанет быть прежним, божественное присутствие в нем начнет раскрываться явно. Тут ничего я не могу сказать. Возможно. Но мне кажется, что это очень маловероятно. Как бы не задумано так. Задумано либо чудо, либо обычным путем. Либо чудо открытое, либо чудо скрытое. Ну, это представляется так. Но никаких гарантий. Вот, Равзиев, ну, некий отцвет. Мы же можем видеть, вот как в шестидневной войне, когда мы стояли там на Зайтим, вот, какие-то вот симоним, мы можем видеть даже этот отцвет. То есть я так понял, что вы хотите повторения истории, но только уже в явном виде. Правильно? Да. Ну, я бы тоже не отказался. И лучше бы в самое ближайшее время. Ну, не знаю, как мы... Опять же говорю, мне бы тоже хотелось, но как бы нету, далеко нет уверенности, что это так произойдет. Хорошо, спасибо. Хорошо. Что-то еще хочется спросить? Да, Равзиев, спасибо большое. Так, когда слушаешь, кажется, все так очевидно действительно, и мечеть надо сорвать, и одно, и другое. Но почему-то только с задним умом к этому приходит. Ну, это так, вопрос, скорее, размышления. Ну, да, это не почему-то между нами. Да, мы... Один человек не может это сделать, то, что сделал Маше Даян. Он собрал подпись, примерно, трехсот равинов на великих умов. Рав Ехескиль-Абрамский, один из величайших умов того времени, пошел в субботу пешком к Маше Даяну просить его, чтобы он отдал, это уже после, наверное, завершения основных боевых действий в субботу, он пошел к Маше Даяну просить, чтобы он отдал храмовую гору, храмовую гору арабам. Единственный авторитет, который был, ну, явно так, да, я даже не знаю, кого бы это еще не было, кто был категорически против, это Рав Горин. Договор подписали с Вакфом, когда Рав Горина не было в Иерушалайме, он уехал куда-то, да, он умолял Маше Даяна, да, вот, то есть, понимаете, здесь такой очень, очень важный момент, который и сегодня надо было бы понять, да, все зависит от нашего понимания ситуации, да, Всевышний дает, а мы не можем взять в силу нашего непонимания, да, вот, и в силу нашего непонимания происходят страшные вещи, в силу нашего непонимания начался торг землею, да, Бегин при всем его величестве и достоинстве, он превратил, он внес это в наше сознание, что земля Израиля, святая земля, это просто такая надлан, это, как сказать, недвижимое имущество, можно продать, получить деньги и уйти, и на то, что он, то, что он явно сказал жителям Емита, а что вам, вы получите деньги, вы уйдете, а мы это отдадим врагу, и это пошло и, не пошло и поехало, да, тот же Рафариель, да, который очень хорошо понимает все эти психологические коды, он, это я знаю из рассказа Юсеф Менделевич, он ему сказал, да, что тот, кто отдал Синай, он отдаст Иерушалаем, поэтому он отчаянно боролся за Емит вместе с другими, не с жителями Емита, жители Емита ушли, туда пришли религиозно-национальный лагерь, его такая передовая часть, и они старались защитить Синай как поселение, и с глубоким пониманием того, что этот процесс теперь пойдет, он действительно пошел, и он прошел через Осло, он прошел через страшную ошибку размежевания, да, многие говорят, где был Бог 7 октября, да, Бог 7 октября был на месте и спас нас, он поступил с нами по милости, а не по суду, по великой милости он поступил с нами, потому что размежевание, да, это было колоссальной ошибкой, это было и ошибкой национально-религиозного лагеря, когда пошли на прямой сговор с правительством, которое делало совершенно незаконные вещи, обманули свое население и значительная часть раввинов, вопреки совершенно колоссальному религиозному авторитету Рава Раму Шапира, который сказал, что бороться до конца и с риском для жизни, бороться за кушкатив, и мы видим, сегодня мы видим, что он был прав, не то что прав, это просто гениальное предвидение ситуации, просто гениальное предвидение ситуации, но его же, его ученики, они его обманули, пошли на сговор с Шароном и со всеми государственными структурами, обманули народ и подавили эту борьбу за гушкатив, просто подавили ее, да, и теперь некоторые говорят, а где был Бог 7 октября, да, то есть надо правде, надо смотреть в глаза, да, практически ни один из раввинов, кроме Рав Меламеда, Рав Элиезра Меламеда, не призвал к отказу исполнения незаконного приказа, да, вот, и религиозно-национальный лагерь своими руками своих папы, мамы и выбрасывал из собственных домов, да, вот во имя какой-то идеи, какой идеи, идея одна, чтобы было удобней, да, не, не, чтобы не конфликтовать с правительством, это одна единственная идея, да, и вот это правда, да, вот, и которые не говорят, и сегодня еще не говорят, да, вот, и, да, вот, и возвращаясь к вашему вопросу, все зависит от нашего понимания, наше понимание на сегодняшний день совершенно недостаточно, и продолжается эта совершенно идиотская посылка, что изучение Торы, оно в любом случае освобождает от службы в армии, это просто и непонимание, это и вранье, продолжается эта посылка, что необязательно жить в земле Израиля, что вот они живут там в Америке, но и что евреи могут жить в любом месте в конечном итоге, хорошо жить в Израиле, но может жить в любом месте, да, вот, это чистое вранье, извращение Галахи, просто, да, вот, ни понимания, ни ситуации, ни пророков, и просто отказ исполнять Галаху, и после этого говорить, спрашивают, где был Всевышний 7 октября, ну, я не знаю, да, просто, вот, это тяжело говорить, это обидно говорить, легче всего кричать Всевышнему, когда, вот, где ты был, почему ты не защитил свой народ, да, я тоже готов кричать это, да, потому что смотришь на все эти невероятные, совершенно нечеловеческие зверства, и нечеловеческие страдания, и нечеловеческие условия, которые находятся пленные, захваченные этим Хамасом, и Махшму, да, ты смотришь, и ты, конечно, не можешь, не можешь с этим смириться, и ты хочешь кричать, и, с одной стороны, я кричу Всевышнему, ну, почему, почему эти люди, почему такие несчастья на людей, высоко духовных, на которых держится весь Израиль, почему на них такие несчастья, с другой стороны, это на одной чаше весов, с другой стороны, я понимаю совершенно, какие процессы нашей тупости, нашего непонимания, нашего отказа защищать землю Израиля, фактически самих себя, привели к этой ситуации, да, и вот две чаши таких весов, да, с одной стороны, кричишь, с другой стороны, сказать нечего, вот, и как бы эта ситуация повторяется многократно, многократно, да, многократно, и с всеми этими глупыми теориями, что не нужно ехать в землю Израиля по той или иной причине, с этими глупыми теориями, совершенно, что не нужно подниматься на Грамовую гору, да, и с таким вот, понимаете, это благодушием сдачи Гуш-Катифа земли Израиля, да, процесс, который и нас завел в тупик, да, через Синай, через Ослое, и через Гуш-Катиф, да, совершенно просто очевидные вещи говорить почти не с кем, да, все очень благодушно, где был Бог, мы такие хорошие, и так далее, и все так далее, вот, значит, вот такая вот тирада под конец, да, хорошо, вот, надеюсь, мы все выберемся, все вместе поумнеем, да, вот, и единственное, что от нас требуется поумнеть и взять тот дар, который нам Бог дает, и все. Амин, обязательно поумнеем, другого пути нет. Хорошо сказать. Ладно, всем самого доброго. Спасибо большое. Вот, самое-самое доброе, жду следующей встречи и составляю планы на будущее. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok